привет же очень жарко вы знали кстати что в европе в одно время вверх был не средством охлаждения предметом флирта вот меня зовут даша и я рассказываю сегодня о книгах которые почитала за июнь месяц 2014 года так первые две книги я них уже рассказывала это два тома прекрасная столкнушка автор у нас юрий перов отзыв на эту книгу я делала отдельно поэтому возвращаемся смотрим и вообще буду стараться кстати делать отдельные видео на какие-то книги то я особенно выделяю ну вот в этом месте меня не особо получилось я вот начала вроде с прекрасной столстушки и как-то я не вышла далее я прочитала записки жены программист автора алекс экслер рассказ он до того легко читается что 400 страниц и восприняла как небольшой рассказик 20 страниц притом тогда еще не было книги из большого деления узнала что существует уже книга опубликовалась этот рассказ это собственно по названию записки жены программиста видно о чем собственно суть книга и история о том как девушка типичная блондинка влюбилась программиста решила его на себе женить значит вот ну помним фильм хатабрич где не советскую версию а вот современную компьютерную там девушка замутила с программистом ну перед тем как замутила подумала программист кто ты такой реально это круто замучу кай с ним вот вот и здесь так вышло вышло очень это такое очень 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 юморной все ситуации там конечно утренирован но между прочим я общалась с очень многими программистами своей жизнью и должна сказать что все написано в этой книге правда тем же вообще программист который у нас работает на работе где вот я сейчас служу он один к одному главный герой такой чуть похуже очень главный герой это он наверно в молодости сейчас ему скопаем у меня года на 4 на 3 в общем где-то постарше вот но совсем мальчиком наверно лет двадцатью на был именно таким кто читал тот меня понял в общем повторюсь очень легкий очень юморной книга это рассказ всем советую рекомендую там потрясающе кстати описание свадьбы я бы такую правила так далее один день в древнем риме автор альберто анджело изумительная книга на самом деле она хоть и документальная но написано чрезвычайно художественным языком и и когда читаешь вот автор цветный коснулся каждого аспекта просто жизни древнего риме начинает считать и словно автор прикасается волшебной палочкой там вот к этому слою население к следующим третьему четвертому там к этому аспекту его жизни тому аспекту жизни и все и вот картинка написано словами она как мановение лошадной палочки перед тобой оживает это мне кажется вот для первого знакомства с культурой древнего рима с историей древнего рима я у меня она была первым ярко залила передо мной вот эту страну культуру вот древнюю очень я понравилась очень в восторге далее по настоянию своей коллеги я у цвейга прочла рассказ письмо незнакомки и была влюблена в него просто влюбилась это любовь с первого взгляда с вейгом я познакомилась впервые признаюсь своем невежестве это по сути весь рассказ это цитирование письма которая одна прекрасная девушка пишет мужчине которого была всю жизнь трагично влюблена безответно была безнадежная любовь и то как оно написано это просто какое-то волшебство не описать словами так только читать я прошу уделить время этому божественному рассказу много времени то все равно у вас не займет он совсем небольшой удовольствие получите колоссально это я гарантирую и буквально сегодня я закончила читать первый том солженицына архипелаг гулаг заинтересовалась я не случайно данной вещью а почему именно я расскажу видео посвященных моей рабословной тем более сейчас идет линия самая по которому не человек имел отношения в голову вот пока я не буду рассказывать подробно книги потому что я планирую снять отдельное видео когда прочитаю все три тома сразу зачем повторяться скажу только что это художественное историческое изыскание и солженицын его в принципе это немножко похоже на мемуар потому что солженицын опирается не только на факты которые он узнал но и на свой собственный опыт чрезвычайно интересно написано все живо трогательно эмоционально достоверно насколько я могу судить на те знания которые у меня уже есть уже были до того как я начала читать вот ну и пожалуй на этом все прекрасным отдыхом сейчас ноги на каникулах в отпусках до скорых книг пока пока